Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, в этом видео хочу сделать небольшой обзор своих мотоботов. Это мотоботы компании Daytona. Да, в одном из роликов я уже делал обзор, но это был общий обзор всей моей экипировки. А в этом ролике я вам сделаю конкретно обзор именно этой обуви. Почему я взял именно эту обувь, какие преимущества есть у этой обуви. Ну, в общем, смотрите дальше. Кто еще не подписан на канал, естественно, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Ну, в общем, вы все сами знаете. Также у меня есть еще инстаграм. Можете подписаться на инстаграм, кто пользуется инстаграмом, соответственно. Итак, друзья, начнем наш обзор. Итак, это, еще раз скажу, это обувь компании Daytona. Эту обувь производят исключительно в Германии. Все компоненты этой обуви от и до сделаны в Германии. Так, давайте покажу вам, как называется эта модель. Эта модель называется у нас Arrow Sport GTX. То есть, типа, как бы спортивные ботинки. Здесь у них есть две молнии, то есть справа и слева. И далее вот такая вот застежка на липучках. Также здесь присутствует этот Гортекс. Это позволяет вашей обуви дышать, но не пропускает влагу. То есть, эти боты водонепроницаемые. Также, помимо всего прочего, есть вот такая вот накладка для коробки передач, чтобы можно было удобно переключать передачи и при этом не портить обувь. Это резиновая такая вкладка. Дальше, что касается подошвы. Вот такая вот подошва у нее. Классная. Далее, далее, далее. Они невысокие относительно, поэтому они очень подойдут даже к джинсам, к кожаной одежде. То есть, они, я бы сказал, универсальные. То есть, реально, их можно одеть с обычными штанами, с любыми, с джинсами, со спортивными, там, кожаными, какими-нибудь крутыми штанами. То есть, они смотрятся со всеми. Ну, естественно, в шортах и в них будет смотреться не очень, но на любителя. Далее, что я хочу сказать про эту обувь. Эта обувь реально очень удобная. Я, когда их одел первый раз, я не поверил, насколько они удобные. Нога в них входит просто, как вообще, налегке, без всяких усилий. Скажем, смотрите, если расстегнуть липучку и замочки, то вы посмотрите, как здесь выглядит. То есть, нога просто входит туда, без всякого усилия также снимается эта обувь. Почему я это сейчас делаю акцент на этом деле? Когда я был в магазине, я мерил различные обувь. Ведь там я перемерил все, что можно было перемерить. Скажем, те же Альпинстар спортивные мотоботы. Я их задолбался, во-первых, одевать. Они очень туго в них нога входила. И я еще более задолбался их снимать. То есть, мне продавец помогал. Прям мы вдвоем их снимали. Я так подумал, знаете, на повседневку носить какие-то такие мотоботы, которые с таким усилием одеваются и снимаются, это, ну, не знаю, это полный бред для меня. Поэтому, когда я померил вот эти башмаки, это были единственные мотоботы, которые, вот реально, в них нога себя чувствовала комфортно и удобно. То есть, в них даже можно ходить. Я ездил недавно, еще было прохладно, когда ездил, как оно называется, по-русски-то, в автосервис за своим скутером. Он у меня был на ТО всю зиму, там простоял у них. Ну, я его не стал забирать, может, там пусть лучше стоит в тепле, в мастерской, нежели у меня под окнами. И вот я одел эти туфли и поехал, точнее, не туфли, а эти мотоботы, и поехал забирать его. В принципе, по улице идти в них было очень даже удобно. Я одел их с обычными штанами, то есть, штаны были вот досюда скрыты, и боты как бы не бросались в глаза, что это прям адские мотоботы. Поэтому для ходьбы какой-то небольшой очень даже неплохо совместить приятное с полезным. Еще раз говорю, их можно одевать как с джинсами, они смотрятся нормально, так и со спортивной кожаной одеждой. Поэтому, да, единственный-единственный нюанс этих мотобот, это их цена. Ценник у них, я вам скажу, не дешевый. Что-то, не соврать бы, что-то около 300 евро. Но реально они своих денег стоят. То есть, такие боты покупать, это один раз купил и на длительный срок. Поэтому, если у вас есть возможность по финансам потратить немножко денег и купить именно эти боты, то оно того стоит. Мне за эту рекламу никто денег не башлял, поэтому все, что я сейчас здесь говорю, это исключительно от души. То есть, именно я делюсь сейчас с вами своими впечатлениями. Поэтому, да, как-то так. Так, я их так время от времени пока одеваю, чтобы они немножко разносились по моей ноге. В принципе, они уже сидят на мне вообще как влитые. Вот даже уже здесь немножко видно, что они именно под мою костяшку разносились. Потому что у меня в этом месте немного широкая кость. И, соответственно, поначалу было чуть-чуть вот здесь неудобно. Но это как любая обувь, она разнашивается и потом будет как тапочки. Но, несмотря на это, даже при первой примерке они были реально удобные. То есть, обычные мотоботы, да, какие-то спортивные, они заточены, ну, там, под безопасность, допустим. Но они при этом вообще настолько неудобные, чтобы в них как-то там шевелиться. А это, я бы сказал, такой компромисс между безопасностью и комфортом. У них здесь вот очень твердый этот задник, то есть, такой неубиваемый. Здесь, в принципе, защищает щиколотку нормально. В общем, мне нравится. Я нисколько не пожалел, что купил именно эти мотоботы. Поэтому я и делаю этот обзор, чтобы рассказать вам свое впечатление. Ну, естественно, ребята, надо смотреть по своим возможностям. Если у вас нет возможности купить такие боты, естественно, надо искать что-то другое. Ну, а если все-таки есть возможность, деньги и финансы позволяют, то Дайтона это будет для вас самый отличный выбор. Есть туринговая обувь, есть более высокая, есть вот. Это, по-моему, были самые низкие, что были, по крайней мере, в том магазине. Но меня главное, что они не промокают. Это для меня тоже было очень-очень важно. Потому что я планирую ездить, ну, скажем так, периодически на небольшие мини-дальники, 500 километров в одну сторону. То есть навещать буду свою дочку. И, соответственно, там регион очень дождливый, куда я буду ездить. И без такой обуви там делать нехер. Поэтому либо придется, пришлось бы покупать бахилы какие-то, либо просто купить сразу водонепроницаемые мотоботы и не париться. Поэтому единственное, что мне придется докупить, либо дождевик для моего кожаного костюма, обзор на который я сделаю потом отдельно, это костюм Dynes, куртка и штаны спортивные. Или все-таки купить еще текстильную мотоэкипировку, которая действительно тоже не промокает. Опять же, инвестировать немножко для таких поездок на подальше, чтобы без дождя. Ну, посмотрим. Время еще есть. Так что, ребята, я надеюсь, вам понравился ролик, поэтому ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видео. Ну, а я покажу вам сейчас эти боты немножечко поближе, чтобы вы могли их рассмотреть более детально. Так, начнем. Давайте с пяточки вот таким образом. Я их потихоньку буду поворачивать, а вы можете их рассмотреть. Так, вот так. Благо, у меня объектив отличный, фокусируется мгновенно, поэтому сейчас будет все зашибись. Так, теперь здесь, сверху. Так, если кому, кто хочет, может на паузу нажать и рассмотреть более отлично. То есть, качество швов вообще идеальное. Ну, я говорю, их делают исключительно в Германии. То есть, нет никакого аутсорсинга там где-нибудь за рубежом. Это чисто немецкая марка, они принципиально делают только в Германии. Поэтому все, все компоненты исключительно сделаны здесь. Так, кому еще хочется посмотреть, какие здесь есть маркировки, номера, все вот эти можете сейчас здесь посмотреть. На этом ярлыке. Название, артикул и все такое, да? Видите, вот здесь даже написано 100% made in Germany. Так что это обувь на века, я бы сказал. А, еще такой нюанс, ребята, кто будет брать обувь Дайтона, берите на размер меньше, чем вы обычно покупаете. Скажем так, если у вас обычный размер, скажем, 43, как у меня, то мотоботы вам подойдут 42 размер выделить. То есть, лучше не придумаешь. Также это советует один из американских блогеров, который тоже делал обзор на эти мотоботы. И он точно так же рекомендует брать на один размер меньше, чем вы покупаете обычную обувь. Ладно, ребята, Всем спасибо за внимание. С вами был Вилли с канала BeatRider. Подписывайтесь, рекомендуйте друзьям. Ну, а я прощаюсь с вами на этой замечательной ноте. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...